комментарий очень тяжелая игра последние на этом осеннем этапе очень важные были очки для нас для вас поле непростое немножко сделал примитивизировал футбол хотя мы ставили задачу по-другому немножко играть но не получилось потому что после забитого мяча отдали инициативу борьба подбора были за вашей команды командой больше фланговых доставок у вас стало где-то в середине первого тайма и забили абсолютно справедливый первый гол ответный перерыве внесли некоторые коррективы и знаем что вы после 65 минуты пропускаете большое количество голов рассчитывали на то что свежие футболисты как раз помогут нам забить решающий гол но создать преимущество и так и получилось хотелось бы сказать что были уверены в том что будет очень сложный матч потому что знаем характер вашей команды характер футболистов многих знаем лично там шабанова каюмова много игроков там сердюк работал у нас ростове там и такой матч и получился до конца бились в принципе эту последнюю минуту счет мог измениться как в одну и другую сторону мое мнение по матчу просто сказалось больше немножко индивидуальное мастерство и лучшая готовность наших команд в связи с тем что мы более укомплектованы есть варианты игроками выходящими на замену немножко додавливать или варьировать тактику такая более прямолинейная у нас вышли рослые игроки которые как раз эту верховую борьбу выиграли хотелось бы сказать несколько слов поддержки я не сомневаюсь в том что павел пантелеич придумать как вытащить этот клуб после межсезонья наверх даже в условиях вот такого скудного комплектования почему потому что я сам работал в волге в таких же условиях когда не платили с деньги когда было тяжело когда футболисты играли на характере на зубах а почему у меня нет сомнений потому что этот матч лишний раз подчеркнул после 0 5 в оренбурге многие команды могли бы развалиться вы боролись до конца поэтому хотел пожелать удачи даже с другой стороны у нас болельщики почему-то очень ревностно относятся к воронежским я предлагаю пора уже в российском футболе не разъединяться объединяться и тренером и болельщикам футболистам если вдруг у нас будут футболисты которые получают мало игровой практики мы готовы отдать помощь потому что у нас не запредельная зарплата и думаю что ребята за игровой практике с удовольствием к вам придут вот такие пожелания такое видение хотел бы вам удачи пожелать спасибо вопрос есть в плане объединения да как еще раз представьтесь если мы англии откуда издание что в плане объединения не спрашиваю про судейство показался немножко но и не спрашиваю а спрашиваю в прошлом сезоне ваша команда остановилась ну в полушаге до от стыковых матчей в этом году вы уверены будете за четверку насколько скажем так а обиции вашего клуба соответствует четверки именно готов или надо усилиться чтобы действительно бороться планируете усиляться такой вопрос задаете двумя словами не ответь людям уже домой пора но давайте я постараюсь быстро так по полочкам прошлом году я пришел в команду которая занималась 17-18 место и последний матч осеннего этапа мы закончили на одиннадцатом месте и потом после достаточного этапа подготовки к которому поработали с нашим тренерским штабом футболисты мы за весенний этап сумели побороться за четвертое и пятое место на пятого не хватило может как этой ничей там одной нижнекамске в этом году мы планомерно готовились к тому чтобы ввязаться в гонку среди семи восьми команд приблизительно одинаковых и постараться концу этого этапа быть в составе этой семерки нам удалось сейчас попасть даже на четвертое место благодаря старанию ребят удачи терпению самоотдачи и единению среди руководителей футболистов и тренерского штаба амбиции это не личные не только личные качества или какие-то категории людей это должны быть подтвержденные жизнедеятельностью всего клуба и игроков мы не можем соревноваться в финансовых условиях с клубами которые идут на самом верху и не можем пригласить тех игроков которые будут абсолютно точно дали бы нам разницу в классе но мы сейчас просмотрели всю вторую лигу выбрали трех футболистов будут с которыми я надеюсь будут подписаны контракты лучшие которые сборную пфл входят и надеюсь что все таки будут приобретены три игрока не опять же не из премьер-лиги поверьте мне но так с такими качествами которых не хватает немножко в нашей команде плюс даже немножко искусственное обновление я бы не хотел оставаться средь целым рядом игроков вот придется допустим илья кухарчук я узнаю в 14 лет он у меня сборная играл но самый сложный разговор который у нас состоялся сейчас позавчера это с ним я вынужден отказаться связи с тем что он проигрывает конкуренцию тем игрокам которые сегодня выходили в составе это тренерская футбольная игродская жизнь поэтому амбиции у наших футболистов вагон нашего руководителя бьерди саныча поверьте мне достаточно но и я наверно тоже не последний человек по набору человеческих качеств и стремлений туда наверх поэтому если это все воплотиться за счет качественной работы мы мы будем до конца бороться до последнего тура за максимально высокое место потому что почему-то некоторые нам выделяют только четвертое посмотрим жизнь покажет как мы пройдем этот зимний этап как мы проведем сборы мы не имеем возможность как некоторые ехать там в турции готовиться мы будем готовиться в тамбове то поедем в крымск в россии просто нормальные условия где созданы для работы он поедем на кубок фанель после этого посмотрим то чего стоит ну во первых хочу поблагодарить ребят за отношение к делу за настрой за самоотдачу за стремление на сложных условиях играть в футбол в принципе игра смотрелась игра смотрелась все решила судьбу матча более высокое исполнительское мастерство игроков команды тамбол но я считаю что равная игра равная игра с взаимными шансами но так если брать те моменты которые у нас были два момента в начале второго тайма в принципе мало за день со слагательное наклонение не совсем уместно саша алхазов обязан был забивать мяч на 46 минуте и тут же второй эпизод выходом 2 в 1 2 в 1 не точная передача ближе ближе к ничьей еще раз говорю что более высокое исполнительское мастерство и командное индивидуальное два удара два мяча в наших воротах с каким настроем вы как главный тренер уходите сейчас такая пауза что нужно сделать и как вообще все это будет дальше ну настрой у меня и у всего коллектива исправить ситуацию в весенней части исправить с учетом с учетом календаря с учетом того что из 13 игр мы 8 дома играем шесть из них с прямыми конкурентами с прямыми конкурентами разрыв я считаю что абсолютно не критичный больше очковое отставание отыгрывалось по ситуации поэтому настрой один чтобы ребята сейчас отдохнули отдохнули и плодотворно провести подготовительную часть руководство клуба все делает для того чтобы открыть трансферное окно президент клуба Евгений Михайлов Севергин если удастся нам удастся на что мы очень надеемся то нужно практически в каждую линию укрепить укрепить ребятами с опытом игры с опытом игры на уровне футбольной национальной лиги потому что те ребята которые не в сезоне у нас пришли практически новые команды очень многие из них на этом уровне не играли и все-таки сказывается все желание есть огромное и тренировочной работе и в играх были да и удачные игры и были провальные игры нужно это признать все это связано опять же с уровнем мастерства игроков все здесь более более длительное время для подготовки к чемпионату в официальном турнире будем в кубке принимать все и здесь конечно и в тактическом ну во всех аспектах нужно подтягиваться по крайней мере будем на сегодняшний день думать о том что то что у нас есть видите как у нас и те ребята которые скажем так играли на этом уровне они практически эту часть пропустили я имею ввиду Ваня Лукьянов много пропустил Дима Каюнов много пропустил Леша Курилов те ребята которые поопытнее все могли бы принести пользу но в связи с травмами очень много пропустили все поэтому такая ситуация будем все внутренние резервы использовать за счет подготовки за счет сыгранности уже в время время здесь уже играли все делать для того чтобы исправить ситуацию а как будет верю в это график подготовки вот сейчас сколько у них там отпуска будет потом ну после нового года после нового года команда выходит все запланировано у нас два сбора два два сбора полноценных в январе первый сбор первый сбор с двадцатого начнем здесь мы в Воронеже с девятнадцатого по четвертое у нас запланирован первый сбор первый сбор потом три дня ребята получат выходной и второй уже официальный сбор и участие в кубке на Кипре с седьмого по двадцать пятого у нас будет по двадцать пятая там с десятого по двадцать третье сам турнир мы немножко больше раньше прилетим туда чтобы немножко адаптироваться к условиям все и четыре как минимум мы собираем четыре игры официальные да три в группе и стыковые стыковые и все и будем в двухразовом режиме работать готовится еще вопрос есть? Павел Пантелеич если все таки транспортное окно откроется на что мы все надеемся уже есть какие-то кандидаты с которыми предварительные переговоры проведены и второй вопрос тот же если те игроки из них которые могут вернуться в нашу команду которые выступали в прошлом году здесь много много факторов которые должны совпасть но первый и главный это открыть трансферное окно да это трансферное окно игроки которые сейчас все же задействованы кто-то где-то освободится кто-то кого-то освободит все есть у нас да есть какие-то определенные наметки все но все будет зависит от того сможем или открыв окно скажем так предварительно сейчас вести переговоры но смысла наверное нет никакого предварительно потому что ну ситуация такова как решится вопрос надеемся на это что мы очень надеемся что что президент новая руководство клуба решать вопрос спасибо Павел Пантелеич надо покидать команду никто не собирается там по вашей или по собственной инициативе ну по крайней мере никто не изъявлял желания но пока пока такова ситуация сейчас после игры сразу ребята разъедутся отдыхать а там видно будет какая ситуация будет возможно возможно я знаю что есть спрос на наших игроков есть где вы а где он есть ну селекционные отделы команд некоторых но следят за нашими игроками ну так наверно я сейчас не буду просто фамилия называть фамилия на не буду называть но интересуется это действительно так интересуется просто я знаю что на наших играх на выездных играх приезжали селекционеры просматривали игроков конкретных игроков но я не буду сейчас называть почему потому что это опять же у нас ребята на контрактах клубы там все тут много нюансов очень много а с трансферным окном в какие сроки примерно проясниться должно ну были до нового года вот или как ну я думаю что после нового года там январе по моему открывается трансферное окно и месяц оно будет да месяц ближе к этому все как уже будет какая-то ясность ситуации ситуации от этого будем и отталкиваться если нету всем спасибо огромное за совместную работу за поддержку за объективное освещение и за любовь команде факел спасибо огромное спасибо спасибо